Пока же прокуратура Львовской области отчиталась о том, что выявила настоящую мусорную мафию. Перевозчики использовали в своих интересах трагедию в Грибовичах и наладили целую схему по вывозу отходов. Как горы мусора превращаются в золотые горы? Давайте узнаем. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на бумаге схема выглядела красиво. Львовские предприниматели подавали в коммунальный департамент мэрии заявки на вывоз и утилизацию мусора от имени фиктивных фирм из Днепра, Киева и Киевской области. А затем по поделенным документам отчитывались о проделанной работе. Получив деньги из городского бюджета, забирали мусор и выбрасывали его на обочины или в посадках. За минувший год где только не находили львовский мусор в Киевской, Одесской, Запорожской областях и даже в Чернобыле. На прошлой неделе две фуры с львовскими отходами патрульные остановили в Днепропетровской области. Разрешения на выгрузку мусора у них не было. Как нам удалось выяснить, эти два грузовика тоже работали с фиктивными фирмами. Они ожидали звонка от какого-то там координатора, и этот координатор должен был указать место, где этот мусор можно выгрузить в городе Днепр. Договор у перевозчика не с львовским городским советом, у него договор с каким-то непонятным там ООО. То есть и по документам, как бы вроде бы администрация города Львова здесь совсем ни при чем. Как бы вроде бы их это не касается. Хотя мы видим совершенно обратное, то есть на сегодняшний день. Мэр Львова неоднократно заявлял, что ничего не знает об отходах, выброшенных на обочинах. А информацию о таких случаях называл спланированной политической кампанией против него. Сегодня демонстрируют возмущение. Дескать, с недобросовестными перевозчиками разорвут договоры. Но нужно дождаться завершения расследования. Из собственных источников в правоохранительных органах нам удалось узнать, что из городской казны Львова фиктивным перевозчикам выплатили около 6,5 миллионов гривен. А люди, на которых были зарегистрированы эти фирмы, даже не знали о том, что они занимаются вывозом мусора. Мы пытались дозвониться на одну из таких фирм. Но на их сайте указаны недействительные контакты. А улицы Львова по-прежнему утопают в мусоре. Сегодня, по данным мэрии, переполнены более 300 мусорных площадок возле жилых домов. Ольга Иванченко, Галина Якушко, Елена Миндалюк, Юрий Голубинко, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер.